МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это новости нашего города. Меня зовут Оксана Балун. Здравствуйте. Вот некоторые темы выпуска. Плюсы и минусы пенсионной реформы. Что делать, дабы старость была в радости? Никто не забыт, ничто не забыто. Будет ли благоустроена аллея памяти ветеранов на городском кладбище? И протянуть руку помощи маленький житель города прошел дорогостоящий курс лечения в московской клинике. Итак, с 1 января 2014 года накопительная часть пенсии изменится. Тот, кто уже заключил договор с негосударственным пенсионным фондом, будет, как и раньше, получать свои 6%. Так называемым молчунам, то есть тем, кто никогда не инвестировал в свою накопительную часть, автоматически будут начисляться всего 2%. А оставшиеся 4% уйдут в страховую часть. Лучшее, что можно сделать в этой ситуации, взяться за дело самому. Вариантов два. Если до конца этого года подать заявление в государственный пенсионный фонд, тариф накопительной части пенсии останется на прежнем уровне, то есть 6%. Или же можно выбрать негосударственный фонд и управляющую компанию. Но тогда все свои инвестирования придется отслеживать самостоятельно. Мне надо ходить к вам. У вас он автоматически 6%. Если на сегодняшний день вы заключились с негосударственным фондом, тогда не понимаю. Именно к такому умозаключению приходит большая половина населения, когда пытаются разобраться самостоятельно. И, казалось бы, формула простая, и информацию никто не прячет, а все равно вопросов, говорят в ноябрьском пенсионном фонде, меньше не становится. То есть на сегодняшний день вы еще к нам не определились, вы не заключались с никаким государственным пенсионным фондом договоры об управлении накопительной частью пенсии, у вас ничего нет. То есть на сегодняшний день вы являетесь у нас молчуном. То есть для вас тариф страховых взносов, из которых будет формироваться ваша накопительная часть пенсии, будет 2%, если вы к нам не обратитесь. Если же вы хотите также оставаться в государстве, но чтобы ваш тариф формирования накопительной части пенсии был 6%, вам нужно прийти к нам и написать заявление о том, что вы хотите оставаться в государстве, но чтобы тариф у вас был 6%. Нововведение не коснется тех, кто свою пенсию доверил не государственным фондам, хотя они тоже имеют полное право передумать и вернуться под крыло государства. А можно и понадеяться на общеизвестный авось и ничего не предпринимать, автоматически попав в категорию молчунов. Если формировать накопительную часть свою из тарифа 6%, то накопительная часть пенсии у него будет как бы одного размера. Если же он будет формировать накопительную часть из тарифа 2%, соответственно, у него уже будет накопительная часть пенсии немного меньше, но при этом страховая немного больше. В помощь тем, кто все еще в замешательстве, на сайте пенсионного фонда разработан специальный сервис – пенсионный калькулятор. В нем можно прикинуть, сколько в старости вы будете получать в зависимости от выбора фонда, и учитывая все возможные факторы, влияющие на пенсию. Хотя среди жителей нашего города есть и те, кто уже определился. Отчисление 6% заработной платы в государственный пенсионный фонд подтвердили уже 56 человек. Но нашлись и те, кто пенсию свою доверил негосударственным организациям. Более высокая доходность – это обеспечение старости, обеспечение будущего своего и моих детей, поэтому выбрала негосударственный фонд. Я вступила именно в негосударственный фонд для того, чтобы обеспечить свое будущее, свою старость, которая не за горами. Юлия Москалик, Виталий Харченко, Анатолий Присич. Новости нашего города. Кстати, 85% россиян высказались против увеличения пенсионного возраста. Эти данные приводит Левада-центр. Из общего числа опрошенных 56% относятся к поднятию возрастного порога резко отрицательно. Положительную идею оценили лишь 7% опрошенных. Напомню, эксперты по пенсионной реформе предлагают с начала 2020-х годов ежегодно увеличивать пенсионный возраст на 3 или 6 месяцев, чтобы в итоге довести его до 58 лет для женщин и 63 лет для мужчин. Полезные информации для водителей на улице Республики – существенные изменения. И на них стоит обратить внимание. Итак, пешеходная зебра здесь сменила место жительства. Переход перенесли ближе к перекрестку с улицы Мира. Если конкретнее, то зебра расположилась в непосредственной близости к молочной кухне. Разметки здесь пока нет, а сами знаки, которые указывают на наличие перехода, спрятались за листвой. Так что водителям на этом участке дороги нужно быть предельно внимательными. Водители обяжут останавливаться перед пешеходами. ГИБДД России предложила внести ряд уточнений в пункты правил дорожного движения, которые касаются безопасности пешеходов при пересечении нерегулируемых переходов. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте Министерства внутренних дел. Также госавтоинспекторы выступили за то, чтобы запретить велосипедистам и водителям мопедов пересекать дорогу по пешеходному переходу непосредственно на своем транспортном средстве. По словам специалистов, очень часто именно неожиданные маневры водителей двухколесных машин становятся причинами аварии. Документ с поправками вскоре будет рассмотрен профильными комитетами. Ветераны Великой Отечественной – участники боевых действий в Чечне и Афганистане. Они рисковали жизнью, но спустя десятилетия об их подвиге частенько забывают. Вот уже год председатель Совета ветеранов Василий Григора добивается того, чтобы на городском кладбище расширили аллею памяти. На сегодня здесь осталось лишь пара мест исключительно для фронтовиков. Аллея памяти с беседкой для прощания памятникам, обустроенными дорожками и освещением стала бы своеобразным подарком к очередному юбилею Великой Победы. Как бы ни вышло, что к моменту, когда аллея будет построена, хоронить будет уже некого. Николай Долкополов. Дата смерти – 3 мая 2011-го. Влас Кузьмич Терехин. Умер зимой 2010-го. Приказов Николай Николаевич. Скончался в июне 2008-го. Ну и так далее. Все ребята здесь, которые захоронены на этой территории. Нагаев мальчик, который в ракетных войсках служил. Василий Власович, он, который был председателем Совета ветеранов. Эти люди прошли войну, стояли на защите Родины и при жизни никогда ничего не просили взамен. Хотя бы после смерти они достойны человеческого отношения. Аллея памяти на городском кладбище – стройный ряд надгробий. Они и сейчас словно в боевом порядке. По одну сторону – те, кто воевал в Великую Отечественную. По другую – совсем молодые ребята, погибшие уже в мирное время. Но места здесь хватило не всем. О том, что под полутораметровым слоем земли покоятся ветераны, говорят лишь немые таблички. Их могилы словно разбросаны по всей территории кладбища. А мы сейчас хотели бы все сделать компактно. Чтобы у всех ветеранов, 215 человек ветеранов войны разных категорий, чтобы они лежали у нас в одном компактном захоронении. Схемы, планы, чертежи. О том, как обустроить аллею памяти, говорить начали еще в октябре прошлого года. А ВОЗ и ныне там. С просьбой уважить ушедших в мир иной, председатель Совета ветеранов Василий Григора обратился в городскую думу. Депутаты предложения поддержали и в адрес главы администрации направили поручение этим вопросом заняться. Дальше письмо с резолюцией в работу попало в управление архитектуры, где, собственно, и был подготовлен эскиз будущей аллеи. В 2014 году, если мы не сделаем, то есть если не будут проведены эти работы, то мы его никогда не сделаем. Потому что потом уже будет хоронить некого. Народ-то у нас уходящий. Мы хороним каждый год. Вот в прошлом году 27 человек. В прошлом – 38. В этом году уже 7. Но загвоздка в том, что эскиз – это лишь набросок. К работе специалисты смогут приступить только, когда будет составлен четкий план. Архитектурный проект поясняют в дирекции муниципального заказа. Пока такого документа нет. На основании этого архитектурного проекта уже мы, дирекция муниципального заказа, просчитаем стоимость работ, вынесем это предложение для утверждения на Думы и будем исполнять. В принципе, работа идет в плановом режиме. Начать работать, к слову, лично Григора готов хоть сейчас. Своими руками, не дожидаясь сторонней помощи. Три сосны. Забор. Отсекаем этот забор. Переставляем его туда, к той сосне. Вот этот забор уносится. Мы продолжаем хоронить. Расчищаем площадочку. Все, и начинаем хоронить сюда. Мы уже начали оттуда. Сейчас посмотрите. Эта могилка совсем свежая. Клавдия Ивановна Юденкова. Едва ли не первая, кого похоронили на пока еще только планирующейся аллее. Она вдова участника войны, которая не выходила никогда замуж после войны. Отдала все своим детям и своим внукам и правнукам. Рядом с Юденковой будут захоронены не только те, кто помнит Великую Отечественную. Сотрудники МВД, отдавшие службу десятки лет или погибшие при исполнении. Ветераны Чечни и Афганистана будут покоиться здесь, со всеми почестями. Кстати, на Большой Земле это норма, а не нечто выдающееся. Такие аллеи есть практически повсеместно. Там все продумано до мелочей. Вплоть до того, что и стоят трибунки, как говорится, в период захоронения, куда поставить гроб, попрощаться и так далее. Я думаю, это уже назрело, что нашему такому великолепному, прекрасному городу пора иметь такую аллею. Вот соглашение Думы. Территорию нам отвели. Есть у нас кадастровый номер. Все по закону. Давайте делать. Делать ради памяти. Никто не забыт и ничто не забыто. Слова, которые можно сколько угодно повторять перед Днем Победы или Днем Памяти воинов-интернационалистов. Но до тех пор, пока от слов не перейдут к делу, они будут пустыми. Кирилл Мигель, Виталий Харченко, Анатолий Присич. Новости нашего города. Сбор гуманитарной помощи пострадавшим от инноводнения в Амурской области продолжается. Уже завтра Комитет солдатских матерей Ноябрьска проведет собрание, на котором присутствующие определят, куда все-таки приносить пожертвования. По словам Людмилы Буряк, информация, которая прошла в местных СМИ на прошлой неделе, нашла отклик у горожан. В Комитет стали звонить люди и предлагать свою помощь. Это и рядовые жители города, и представители предприятий, и помощники депутатов. Все организационные вопросы будут решаться завтра в 18 часов в бизнес-инкубаторе по адресу энтузиастов 69. Собрание открыто, и организаторы приглашают всех желающих принять в нем участие. Там же будет развернут временный пункт приема помощи. Напомню, пострадавшие остро нуждаются в питьевой воде, теплых вещах и предметах гигиена. В Ноябрьске утверждены суммы оплаты за детские сады. Об этом сообщается на сайте Департамента образования города. Всего в перечне 31 детский сад. Так, согласно представленным данным, самая дорогая цена в детском саду Теремок-2. В среднем чуть больше 4200 рублей в месяц. Меньше всего заплатят родители, которые отводят своих детей в детский сад Крепыш. Они будут платить за тот же период на 2000 меньше. А тем, чьи малыши уже проходят дошкольную подготовку в специальных группах пятой школы, нужно будет оплачивать примерно по 1300 рублей в месяц. Помощь которой никогда не бывает лишней. В городе стартовал марафон «Доброты». Его инициировала организация «Необычные дети» Ноябрьска. В рамках благотворительного марафона пройдет несколько акций, направленных на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. Кто-то из них мечтает о новом компьютере, кому-то нужна инвалидная коляска, а некоторым не хватает простого внимания. Во время торжественного открытия марафона «Доброты» давние партнеры «Необычных детей», индивидуальные предприниматели и городские организации подарили им небольшие подарки и получили благодарственные письма в ответ. Марафон продлится до 3 декабря. Добавлю, организация «Необычные дети» будет рада любой помощи. По всем вопросам вам можно обращаться по номеру телефона, который вы сейчас видите на своих экранах. Когда в беде не оставляют, жительница города Оксана Слесарева и ее сын Витя вернулись с очередного курса лечения. У малыша много серьезных заболеваний, в том числе и ДЦП. Лечение дорогостоящее, самостоятельно семье не справится. На помощь приходят люди. После возвращения из московской клиники мальчика навестила Ксения Епишова. Это Витина любимая игра. Еще мальчик с удовольствием играет в паровозик. Мама берет малыша за ручки, и они вместе ходят по комнате. Сейчас Вите 9 лет, и большую часть жизни он и его мама провели в больницах. Диагнозы, которые малышу поставили врачи, не умещаются в одной струке. Каждая эта поездка очень тяжело давалась и в плане морального, и материального, и физически. Постепенно, год за годом, медленно, но улучшения в состоянии Вити стали очевидными. Он уже может передвигаться самостоятельно, проявляет большой интерес ко всему, что его окружает, играет с другими детьми и с удовольствием возится с домашними питомцами. Видите, его вот так возьмет и идет с ним. Деньги на лечение ребенка уходят в колоссальные лекарства. Процедуры поездки без этого надежды на развитие малыша нет. Огромную помощь, говорит Оксана, оказывают местные власти. А последнюю поездку профинансировал депутат Тюменской областной думы Сергей Белке. Недавно женщина с сыном вернулись из Москвы, где мальчик прошел очередной курс лечения. Эта поездка состоялась благодаря нашему хорошему человеку, депутату нашему Белкею Сергею Осиповичу, который профинансировал нам авиаперелет в обе стороны, госпитализацию, а там город Москва – это город очень дорогой, достаточно такая серьезная сумма была. И как только я туда обратилась, сразу же все пошли на уступки, сразу же все было подписано, сразу же все решено было. Результаты курса пока заметны не в полной мере, но материнское сердце чувствует – малышу стало гораздо лучше. У нас один есть очень серьезный из диагнозов, который не дает, чтобы мы другие диагнозы лечили, чтобы мы развивали его, чтобы мы его опорно-двигательную систему восстанавливали. И сейчас, наконец-то, докторам удалось все это остановить, сам процесс стабилизировать это все. И, наконец-то, теперь мы начнем уже заниматься умственным, физическим развитием. За те годы, что Витя провел в больницах, его родители ни разу не сдались. Те успехи, которые сегодня делает сын слесаревых, в очередной раз подтверждают – бездействовать нельзя, нужно идти до конца. Любая мама, наверное, которая воспитывает ребенка-инвалида, и когда она за что-то борется, борется, и здесь раз какой-то результат даже в том, что ребенок взял вилку и начал кушать, или кружку и начал пить, когда он начал замечать вокруг детей, играться с ними. Вот это очень огромного стоит. Ксения Епишева, Григорий Куроптев. Новости нашего города. Сегодня стало известно, какие российские школы попали в список 500 лучших по стране. Такой рейтинг составил Московский центр непрерывного математического образования. Комиссия оценивала только две задачи – это получение качественного образования и развитие талантов ребенка. Качество образования оценивалось по результатам ЕГЭ, развитие талантов, по результатам детей в Олимпиаде школьников. В топ-500 вошла и ноябрьская гимназия номер один. Это единственное образовательное учреждение на Ямале, отмеченное экспертами Московского центра. Специальных финансовых премий за победу не полагается, сообщает российская газета. Но Министерство образования и науки направило в регионы письма с просьбой поддержать отличившихся учебные заведения и их администрацию. И последние девять существительных, которые часто пишут с ошибками. Аргументы и факты опубликовали очередной хит-парад без грамотности и предложили читателям проверить себя. На каждое слово предложено четыре варианта ответов. Выбираете тот, который вы считаете правильным, после чего нажимаете кнопку «Отправить». Ответ получите мгновенно. Протестируйте себя и сделайте соответствующие выводы. И на сегодня это все. Прогноз погоды через несколько секунд. Я желаю вам всего хорошего и до свидания. Партнер программы – магазин «Поти Сан-Тверса», торговый центр «Клубника». Когда есть надежный ориентир, путь становится проще. На любой АЗС «Газпромнефть» по всей России вы найдете качественный сервис и качественное топливо, чтобы двигаться дальше с новым запасом сил. Сеть АЗС «Газпромнефть». Надежный ориентир. 19 сентября в Сельхарде облачно, без осадков. Ветер северо-западный, температура 9 градусов тепла. В Муравленко пасмурно, небольшой дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура плюс 4 градуса. В ноябрьском облачном возможен дождь. Ветер северный до 4 метров в секунду. Температура 5 градусов выше нуля.